Девушки отдыхают Это мое, не трогай. А будешь орать, получишь флот. Да ты что, охранялась, что ли? Ну как? Неужели ты думаешь, когда она получит детей, она от тебя отстанет? А кто тебе сказал, что она их получит? Кто тебе вообще сказал, что она завтра к вечеру будет жива? Ты знаешь, Инна, я жутко тебя боюсь. И правильно делаешь. Я не хотела похищать детей. Я хотела. Я хотела, чтобы все подумали, что это Антонина. Это я подговорила медсестру поцеловать вашего мальчика. Ты меня не подвела. Речь так была умница. Я хотела вас всех пересорить. Всем жизнь испортить. Особенно вам. До свидания. Вы жена генерала Бутуза. Мам, я сделала что-то ужасное. А Иван его сын. А я его дочь. Что это? Телевизор? Я про сериал. Это когда длинную историю показывают кусками. Но я не вижу в этом ничего плохого. Согласна, в этом ничего плохого нет. Раз, два, три. Легче. Легче. Держите спину прямее. Вот сейчас я вам показала, как нельзя поступать. Это в свете считается верхом неприличия. Ах! Если вы видите, что ваша дама устала, выведите ее из круга танцующих, усадите на ближайшее сту и предложите напиток по ее желанию. Ну, если бы они читали что-то приличное. А то ведь и одни детективы. Это тоже неизвестное мне слово. Это жанр литературного произведения. В детективе описывается преступление, желательно убийство, а еще лучше целая серия убийств. И вот кто-то, либо полицейский, либо какая-нибудь частная литературная беззарушенка это преступление раскрывает, зритель вместе с ним загадку эту размытывает и литература низкопробная, но чтение достаточно легкое и занимательное. Низкопробная? Но это смотри, как написать. Идея-то блестящая. Почему она мне в голову не пришла? Итак, читателя надо заинтриговаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok